Всем приветики! Сегодня мы будем готовить блюда японской кухни. Готовить за нас в основном будет машина, называющаяся рисоварка. В России и в других странах скорее это будет мультиварка называться, но в Японии рисоварки варят не только рис, а также готовят разные другие блюда. Итак, главным участником нашего сегодняшнего блюда является свинина. Вот такая вот у меня свининка, кусок. Это грудинка. И вот ее мы будем готовить, плюс редька дайкон. И весь характер блюда будет задавать мисопаста. Ну что, начинаем? Здесь у меня примерно около 700 грамм свинины. Мы нарезаем ее на крупные куски. Дальше мы берем сковородку, ставим на огонь, ждем когда она нагреется. И обжариваем со всех сторон нашу свинину. Пока обжаривается свинина, мы возьмем дайкон. А если у нас 700 грамм свинины, то где-то возьмите 400-500 грамм дайкона. Примерно вот так. Нарезаем на достаточно крупные колесики. Дальше режем их пополам. Вот на такие кусочки. После того, как со тех сторон, мы обжарили свинину. Складываем ее в чашу от рисоварки. Сюда же мы складываем дайкон. Мы возьмем на каждые 100 грамм мяса 100 миллилитров воды. То есть где-то пол-литра мне надо. Так, здесь 300. И еще 200. Так, ну еще 100 я добавлю. Что у меня больше 700 было. Ой, у меня же 700 было грамм. Значит мне на 7 еще 100. Что-то мало. 700 грамм свинины, значит 700 миллилитров воды. И специи. Имбирь свежий у меня. Чуть-чуть буквально. Видите, это где-то примерно чайная ложка будет. Если у вас тертый, чуть меньше. Дальше. Вот такая приправа Минцую называется. Ее мы добавляем. Раз, два, три. Раз, два, три. Чуть-чуть еще. Три ложки. Дальше. Мису пасты мы добавим. Где-то 3-4. Но смотрите по солености своей мису пасты. Так, я с горкой беру, поэтому у меня сразу будет 4, наверное, здесь считаться. Сахарного сиропа ложечку. У меня, как всегда, 0 калорий. Сахарозаменитель. Собственно, все мы приготовили. Ставим все это в рисоварку. И самую простую программу выбираю. Белый рис. Все. И так, у меня все готово. Ну, все. Я все приготовила. Здесь у меня мясо с дайконом. И сейчас мы будем пробовать. Так, рис тоже сварила. Также у меня на закуску белое и красное кимчи. То есть классическое и муль кимчи. Так, начнем с мяса. Свининка. Очень-очень мягкая. Очень вкусно. Прям всего в меру. И соли, и сладости. И вот за счет того, что оно было сначала зажарено, бульон приобрел такой немножко, ну как, насыщенный вкус. Мясной. Не могу сказать, что мясо, паста слишком ярко выражена. Все-таки вот мясо, мясной вкус преобладает. И дайкон хорошо проварился и взял вот этот мясной бульонный вкус. Так, коллагенчик. Шкурка мягчайшая. Все такое красивое. Очень вкусно. Я рекомендую, если вы варите в рисоварке такое блюдо, например, заранее его отварить. Допустим, в японских рисоварках программа автоматически переключается на подогрев. То есть, когда вы варите рис, когда он сварился, программа, он не просто выключается, а переходит в режим подогрева. Вот если оставить это блюдо на несколько часов в режиме подогрева, оно примерно там 60-70 градусов поддерживает теплоту, оно еще потомится и еще станет насыщеннее и вкуснее. Надо будет попробовать. У меня оставить на несколько часов. С утра зарядить и на ужин. Ну что ж, очень простой рецепт, очень простое блюдо. Всем рекомендую сделать его, попробовать. Всем приятного аппетита, если вы кушали вместе со мной. Всем хорошего дня, вечера или утра. И готовьте вместе со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok